МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает. Это передача, которая не только вас интригует, но она еще вас действительно заставляет задуматься и вдуматься в вещи, которые происходят вокруг нас. Да, эта передача называется «Неочевидная, но вероятная». Ее ведущая Нина Бастет, которая у нас в студии. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Номер телефона в студии 847-400-5200. Для тех, которые захотят задать вопрос или высказать мнение. Ну, а пока мы начинаем. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие друзья. И начать я хочу с объявления. 21 июня. День летнего солнцестояния. Это один из самых сильных энергетических дней года. Испокон веков женщины, ведуньи, на чьей энергии держатся счастье семьи, сила и успех ее мужчины, ее здоровье и молодость, проводили ритуалы для наполнения себя женской энергией. С 21 по 23 июня в Вискансине будет проходить женский магический ретрит для оздоровления и наполнения женской энергией. Этот ретрит поможет участницам укрепить себя, улучшить свои отношения в семье, привлечь к себе любовь и просто классно отдохнуть от своих каждодневных забот и проблем. Ретрит проходит на выходные в пятницу по воскресенье с 21 по 23 июня. Звоните за информацией 224-688-0155. 224-688-0155. А теперь к нашей теме. А тему мы продолжаем, так как я получила очень большой просьб, очень много просьб от людей продолжить тему, к которой мы вели последние несколько передач, связанную, я не знаю, с гаданием, магией и всем остальным. И тема наша сегодня называется так. Как получать информацию с помощью высших сил? Как получать информацию и помощь от высших сил? Окей, можно я задам вопрос сразу? Можно. Как получать информацию и помощь от высших сил? Ну, ты вроде уже получал. Ты сам рассказывал на прошлой передаче с помощью ВИДЖИБОРД, да? Да, ВИДЖИБОРД, но это как-то для меня это была почему-то большая игра, которую мы закончили. Да, да, да. Вы правильно закончили, потому что это действительно опасная вещь, но хорошо, что вы ее закончили, и все хорошо закончилось. Да, слава богу, да. А начать я хочу с такой-такой фразы, которая мне очень понравилась, которая говорит так. «Оккультизм прошлого становится наукой будущего». Мы понимаем это уже сегодня, в новой эре, в эре Водолея, мы это видим, просто видим. Например, о том, что мысль материальна оккультисты и маги знали всегда. Именно этим и занимается магия, материализует свои желания и мысли. А вот ученые, квантовые физики, узнали это совсем недавно, да? То есть, мы знаем, да, о чем мы говорим, или нужно специфировать. Второе. То, что в мире все состоит из энергии и мельчайшая частица, волна, опять же, будто знал это тысячи лет назад и говорил нам обо всем этом. А ученые, опять же, с помощью квантовой физики узнали об этом только недавно. Ну, до ученых оно тяжело доходит. Тяжело доходит, вроде не жирафы. То, что нормальные люди знали, вернее, люди в свое время знали об этом без проблем, ученые, им нужно все доказать, показать, провести опыты. Ну, потому что проблема была в том, что если была раньше, да, алхимия, которая переросла в химию, и то есть ученые совершенно отделили себя от оккультизма, от каких-то затерянных знаний, и они отделили себя даже и от божественной, да? То есть мы отделили науку от религии, и именно это и привело к тому, что так как люди не верили ни во что, ни во что в божественное, да, то есть вот это были абсолютные прагматики, поэтому им нужно было найти ответ на каждый вопрос, и поэтому им взяло столько времени, сколько там, сколько тысячелетий, да, ну, не тысячелетий, я, конечно, а наука не так давно возникла, да, там я не знаю сколько, сот лет. Ну, дело не в этом, дело в том, что она возникала, отрекаясь от... От чего-то, да, вместо того, чтобы внести это вовнутрь, да, то есть мы отвлекаемся. Посмотри на Коперника, вот тебе, пожалуйста, вот тебе его, вот он Коперник потом, ну, Ньютон не так тяжело закончил жизнь, но тем не менее... Да, ну сколько людей вообще, да, погибли во имя того, что они говорили, не то, что хотела слышать наука того времени. Иеретики, да, ведьмы. Да, ну, это мы вообще молчим, вот про них мы сегодня и поговорим, да. Давай поговорим. Так что... То есть опять про мою жену. Ну, как всегда, но слава богу, вот твоя, да, 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 все... Нет, давайте говорить так, я вот сегодня, видишь, объявила ретрит, и я сказала, что женщины и ведуньи, да, их называли ведьмами, но на самом деле все женщины ведуньи, они изнапокон веков подключены к высшим знаниям, у них поэтому интуиция намного больше развита, их объявили ведьмами, нарисовали картинку бабы-яги страшной-страшной ведьмы, у меня сидит такая красивая ведьмочка-кукла, дети заходят, говорят, я ее боюсь, я говорю, ну, ты не бойся, она дом охраняет. Понимаешь, то есть как бы... Да, то есть, а все это произошло из-за того, что на самом деле женщина обладает силой, которую мужчина не мог понять, и поэтому давайте эта сила, ну, на самом деле сексуальная энергия, которая с помощью этой сильной энергии, которую женщина имеет, которая называется женской энергией, хотя сексуальная энергия есть у мужчины тоже, но тем не менее он ее меньше использует, а женщина с помощью этой энергии пробивает себе дорогу в жизнь, да, то есть как бы она, ну, ей высшие силы это дали. Для чего? Для того, чтобы она могла родить ребенка, для того, чтобы она выбрала правильного мужчину, для того, чтобы этот мужчина состоялся в жизни. И поэтому нам, женщинам, даны эти силы, и просто нужно их принять, и, к сожалению, мы живем в патриархальном пока что мире, и это очень тяжело, именно для этого вот такие вот ретриты, а их сегодня тысячи происходят, и вот 21 июня их будет колоссальное количество по всему миру, потому что женщины все больше и больше обретают силы, вот, и вот как это связано с тем вопросом, который, как же получить информацию или помощь от высших сил, да? Да, да, пожалуйста. А связано это вот каким образом. Ну, это как бы одна маленькая часть того, что нужно, но для того, чтобы получать информацию от высших сил и помощь от них, нужно иметь очень сильную энергетику. То есть без сильной энергетики, без чистой энергетики, чисто имеется в виду не чужая, а своя. Она может быть, как мы называем, негативная или позитивная. Это наше мнение, Баурет. То есть мы, потому что мы живем в дуальном мире, энергия всегда чистая, она одна, как мы ее используем, разная. Но тем не менее и как бы черная... Как мы ее используем или как мы к ней относимся? Как мы ее используем. И используем и относимся одновременно. То есть как бы, если человек, например, черный маг, то он использует ту же самую энергию, но не в благих целях, а в там своих целях, да? То есть других, которые не соответствуют. Но тем не менее, эту энергию нужно иметь, ее нужно откуда-то брать. И в течение жизни мы ее расходуем. Мы ее расходуем постоянно. То есть... Можно ли получить эту энергию, не веря в это? Нужно ее получать, веря или не веря, неважно. То есть есть куча практик, которые... Ну, даже они не говорят, что это духовные практики. Они называются энергетические практики. И это тайчи, цигун, йога. То есть эти практики наполняют энергией. Просто есть мужские виды этих практик, а есть женские. И, к сожалению, вот все, что мы знаем, большинство того, что мы знаем, это мужские практики. То есть даже та же йога, большинство йогических всех вот этих практик, это мужские. Почему? Ну, потому что мы живем в мужском мире. А вот женские только просыпаются. То есть сегодня есть там, например, тайчи и цигун. Ну, это и там, и там хорошо, да? То есть... Но, тем не менее, есть все-таки небольшое женское направление тех же практик, которые нужно использовать женщинам. Почему я говорю женщины? Потому что, да, есть... На самом деле магами в старину были очень сильные мужчины. Очень сильно. Но их было мало. Они становились страшно сильными магами, можно сказать, даже страшно-страшными магами, да? Страшно. То есть, наверное... Но... И, может, поэтому мы о них знаем, потому что их было единицы. А женщин было очень много. Ну, плюс их в средние века сожгли. Это мы знаем. Ну, пожгем немножко всех, да? Ну, не всех. Да, ну, не всех. Нас не пережгешь. Нас не победишь. Нас не победишь. Вот, и вопрос всегда возникает. Но как же мы можем заглянуть в будущее? Или как мы можем получить информацию? И вообще, как эта информация, где она существует? Существует ли она вообще, да? Интересно, тоже я нашла высказывание Канта. То есть, философ Кант сказал, тоже восклицал и сам говорил, как это вообще возможно, что между столь различными вещами существовала такая согласованность. Причем согласованность столь большая, столь далеко идущая и в то же время столь точная. Но мы уже когда-то много раз об этом говорили. То есть, расстояние даже в том, как построена наша Земля, наша планета. То есть, если бы Солнце было к нам на пару километров там дальше или ближе, мы бы уже или сгорели, или замерзли. То есть, типа, и Луна, которая управляет нашими эмоциями. Но как это все придумано? Или гороскопы, в смысле, звезды как расположены именно так, чтобы каждый человек родился в определенное время именно с теми чертами характера, с которыми нужно прийти в эту жизнь. — Кстати, вот ты меня сейчас опять же навела на мысли, я вот слушаю очень внимательно. Можно ли сказать так, что, ну вот, допустим, люди верующие, я имею в виду верующие, да, могут ли они сказать, что Бог, когда создавал Землю, именно Он ее поместил вот в такой самый оптимальный участок пространства. Вот не ближе, не дальше от Солнца, не ближе, не дальше от Луны. То есть, не было ли это сделано умышленно? — Ну, конечно, умышленно. То есть, ну, конечно же, мы же понимаем, что хаос не мог этого создать. То есть, из хаоса ничего не создалось, ни наше тело не создалось из хаоса, где все работает так слаженно, что это мы портим работу этого тела. Но оригинально мы рождаемся, у нас все работает, ну, в большинстве случаев, да, не зависит от кармы, зависит от того, с чем мы пришли. Бывают, конечно, и рождаются уже детки больные, да, к сожалению. Но, тем не менее, организм должен работать правильно. Организм вообще нас существует тем, что он даже может исцелить себя сам. Мы тоже об этом много говорили. То есть, конечно, Бог создал, просто у нас есть... Мы, когда говорим «Бог», мы думаем очень часто, вот, дедушка, сидящий там на небесах где-то, да, человек. — Ну да, какой-то определенный душа, то есть, какой-то определенный человек, да. — Да, то есть, мы его как бы... — Отчеловечиваем. — Отчеловечиваем, да, потому что мы просто не понимаем, что такое другое. Это какая-то энергия. То есть, мы часто упоминаем здесь слово «Боги», да, то есть, типа... Потому что я думаю, что все-таки Землю... Не знаю, что создало Землю, кто создал Землю, какой Бог, наверное, все-таки иди. Идиный Бог. Но потом на эту Землю, я так считаю, это личная моя, прилетели какие-то души с других планет, и они здесь и обосновались по какой-то причине. И вот они, наверное, уже и создали наше поколение людей. Ну, имеется в виду людей как людей. Мы об этом говорили, когда мы говорили о Кайласе, когда мы говорили о Генофонде. То есть, и да, конечно, это создал Бог. Ничего случайно не произошло. То есть, конечно, Бог создал то, как мы рождаемся, в какое время точно мы рождаемся. То есть, даже если кесарево сечение, ребенок рождается, это именно то время, когда он должен родиться. Когда он должен был родиться. Да, то есть, что-то происходит в организме матери, которая как бы не может родить, и просто делается кесарево сечение для того, чтобы он родился в эту секунду. Не просто, то есть, даже не минуту, да, то есть, как бы, вот эти там 12 минут или сколько разницы. То есть, да, конечно, все приходит Бог. Все придумал. Придумал, я не знаю, придумал, изобрел. Я не знаю, что. Мы не знаем. Мы просто не созданы. Есть такие вопросы, на которые мы не должны найти ответа, наверное. Это все. Ну, или так, или, по крайней мере, хотя бы какая-то логика в чем-то должна быть. То есть, невозможно вера без логики, невозможно логика без каких-то последствий. Ну, наверное, все-таки нет. То есть, вера все-таки, вера, слово вера предполагает, да, предполагает, что я верю, неважно от чего. Понимаешь? То есть, ты посмотри на людей, которые, ну, религиозные, да, будем говорить. Да, они верят. Они верят, и им пофиг все остальное. То есть, им не нужны доказательства. Они знают. То есть, они верят просто. Им не нужно доказательства. Окей, тогда вопрос. Вот люди, которые занимаются... Нет, серьезно. Ведь есть же верующие ученые, которые занимаются точными науками. Есть же такие. Но науку что же создал Бог? Ну, все, создал Бог. Нет ничего. Есть такой, мне мой друг когда-то рассказал очень интересную историю. Не историю, это еврейская такая. Сидит мальчик еврейский, там играется, к нему подходит человек и говорит, слушай, ну, вот ты, ну, верующий, видно, что из верующей семьи. Он говорит, слушай, я тебе дам, там, пять долларов, если ты мне покажешь, где есть Бог. Он говорит, слушайте, я вам дам пять долларов, если мне, вы покажете, где его нету. Интересно. То есть, вот и все. То есть, как бы, где есть Бог? Ну, да. Ну, его, он есть везде, во всем, в каждой мысли, в каждой... Мы просто не знаем, для чего ему нужно, чтобы мы были именно такие, как мы есть. Тогда, опять же, тогда получается, значит, если Бог – это энергия, да, а не кто-то, который, как ты говоришь, сидит там где-то там наверху в виде какой-нибудь там пожилого дедушки, тогда, если это энергия, то она, конечно же, есть везде. Конечно. Абсолютно. Она создала все галактики, все... наша Солнечная система, но кроме нашей Солнечной системы есть другие галактики. У нас есть, мы уже тоже об этом много говорили, что от того, что мы что-то не видим или не слышим, или не чувствуем, это не значит, что мы на Земле одни. Да. То есть, на Земле есть царство животных, растений, минералов, но также самое есть и царство тех невидимых сущностей, которые мы не видим. Некоторые, кто обладают там открытым третьим глазом или там разовой кундалини поднятой, или они просветленные, они все это видят. Есть по этому поводу хороший анекдот, действительно, именно вот по этому поводу. Когда приезжает человек в Одессу, исходит с поезда, останавливает первого попавшего, и говорит, скажите, если я туда пойду, там будет памятник Ришелье. Говорит, вы знаете, там будет памятник Ришелье, если вы даже туда не пойдете. Это точно. То есть, действительно, от нас, в принципе, это не зависит. Не зависит. Но все-таки нам бы очень хотелось, чтобы от нас что-то зависело, да? Ну, наверное. И, наверное, поэтому мы ходим, люди ходят и пытаются увидеть свое будущее, потому что именно они боятся, что от них, наверное, ничего не зависит. Я не знаю, то есть мы об этом тоже говорили. Люди ходят и там просят, то есть люди все время обращаются к Богу, правильно? Очень интересно, я была, вот даже я вот просто вспомню себя, да, по жизни, я была комсомолка, знаешь, комсомолка, актуристка и русская красавица. Так вот, я была, на самом деле, комсоргом всю мою жизнь. Очень большой активисткой в комсомоле, я, ну, я верила во все эти дела. И, тем не менее, ложась спать, я всегда молилась Богу. Я не знала, кто это такой. У меня абсолютно нерелигиозная семья. То есть, слово, ну, никогда, ну, мы летну, мы Пасху соблюдали, там, я не знаю, какие-то еврейские праздники, мы кушали вкусненько. Но для чего мы кушали, никто не знал. То есть, как бы, и тем не менее, ты знал, да, ну, я имею в виду моей семье, то есть, ну, наверное, бабушка знала, наверное, прабабушка знала. Нет, я знал в том смысле, что я знал, для чего мы вкусненько кушаем. В этом смысле. Мы для чего вкусненько кушаем, да. Ну, то есть, тем не менее, мы обращаемся к Богу, и хотим мы этого или нет, то есть, наверное, с этим рождаются люди. То есть, они понимают, что есть что-то выше их, то, что может им помочь, дать информацию и, ну, вообще, просто помочь по жизни, да, потому что у нас много же ситуаций, которые мы не понимаем, почему они происходят. А не понимаем мы, вот я, кстати, начала с того, что вот Будда знал, что еще тысячи лет назад, и он что говорил, что мы все состоим из частиц, а эта частица – это энергия, то есть, это ничего. То есть, это вот то, что мы называем пустотой, да, и все, оно меняется постоянно, то есть, постоянно меняется, и если мы привязываемся к этому, того, чего нет, это и есть наша иллюзия. То есть, наше тело, вот я на тебя смотрю, у тебя нет. Ну, ты меня смотрит, меня тоже нет. Я тебе скажу, что она смотрит на меня точно так же, как будто меня нет, поэтому я уже к этому привык. Вот, понимаешь, то есть, как бы, нас на самом деле, мы есть, потому что, вот, из-за наших вибраций, то есть, но на самом деле, это все вот оно есть, а его вот нету по-настоящему. То есть, это очень тяжело нам понять, нам, людям, которые мы видим друг друга и все, что рядом нас окружает. То есть, как бы, ну, как понять, что его нет? Я не могу это не сказать, но, ты понимаешь, вот эта вибрация, про которую ты говоришь, опять же, это то, что мне все время говорят. Ты как будто просто воздух сотрясаешь, все же тебя никто не слышит. Ну, какую-то вибрацию все-таки издаю, наверное. А вот хочется, чтобы слышали, правильно? Хочется, да. Хочется. И вот об этом сегодня передача, я думаю, что мы ко второй части, мы дойдем до этого все-таки. Итак, то есть, мы привязываемся к этому всему, к этим иллюзиям, то есть, иллюзия счастья, иллюзия того, что мы имеем что-то и имеем силу удержать это. Вот наша самая главная иллюзия. То есть, это материальное или это духовное? Отмори, мы живем в иллюзии, что мы держимся за что-то материальное, что мы можем удержать деньги, дома, машины, мужа, жену, детей, что мы можем это удержать. И когда это не получается, как мы думали, как мы хотели, наше счастье уходит. Просто мы уже несчастны. То есть, человек просто, не дай бог, умирает. Все, несчастье. А сколько лет потом пройти должно, чтобы человек выздоровел, да? Там развод происходит. Сколько лет человеку нужно, чтобы... Потому что это была ложная иллюзия о том... Это была, вернее, иллюзия о том, что ты вообще имеешь контроль над чем-то. Вот так произошло. То есть, иногда люди живут... И с ними ничего не случается такого очень серьезного всю жизнь. Вот там живут они так постепенно. Но есть, наверное, какие-то души, которые когда-то, до того, как пришли в эту жизнь, выбрали пройти трансформацию. И сегодня этих душ все больше и больше. Ну так, мы знаем, что Бог не дает больше ничего, чего вы не можете пройти, какие испытания. Но вот на мою... На моя душа, наверное, такое вызово выбрало. И я, которая всегда была, например... Я просто знаю много людей таких. То есть, я действительно в последние 8 лет, где-то 10 лет, встретилась очень много с количеством таких людей. Если я была раньше активная, бизнес-персон, и всегда получала все, что я хочу, вот я только... То есть, я пробивала любые стенки, то сейчас меня просто вот почти 10 лет учат тому, что я должна просто принять то, что мне дают. Вот не могу я ничего, понимаешь? То есть, вот когда придет время, это будет. А знаешь, я сильный человек. То есть, это не то, что ты просто вот сложила руки, успокоилась и забыла про это. Ну, нормально, если бы я сложила, может, я бы уже все получила. Но я борец по жизни, то есть, я борюсь с ними, с высшими силами. Я им все пыталась доказать, что подождите, ну, вам же это как раз, щелкнуть, и все получить. Ну, сделайте. То есть, это не является тем, как просить у высших сил. То есть, на собственном опыте, и на опыте очень многих знакомых людей увидела. То есть, так не работает. То есть, об этом писали очень много книг, но я как бы в этом все не верила. Думаю, ну, вам нельзя, мне можно, типа, знаешь, как. Ну, все такие, потому что эго же. Сначала должно уйти эго для того, чтобы... Должно что-то разрушиться для того, чтобы построить... Да, и, понимаешь, как-то не хочется принять там, что это уже разрушается 10 лет. Очень тяжело. И, но такое существует, понимаешь, вот эта иллюзия, иллюзия, что мы можем что-то удержать в этой жизни. Слушай, а сколько людей, ты наверняка знаешь, сколько людей имеют проблемы с детьми. Да, конечно. С детьми, которых они пытаются, чтобы они делали именно так, как они считают нужным. Забыв уже про то, что это другое поколение. Это вообще другая жизнь. Контролируй, абсолютно. Это другая реальность. Мы живем сегодня в другой реальности. И, тем не менее, мы пытаемся это удержать. И вот это и есть та иллюзия. То есть, а дети все равно делают страшные вещи, то есть, как бы, с нашей точки зрения. То есть, они уходят, бросают школы, уходят из дома, дерутся с родителями, там, не разговаривают с родителями. И если ты это не примешь, то ты будешь несчастлив. Потому что поменять вот этого, ты не можешь чужую судьбу поменять, понимаешь? Поменять чужую судьбу, своих детей, мы можем только поменять себя. Ты им дал жизнь. Ты все равно не можешь повлиять. Пока есть время, когда ты можешь повлиять. Ну, ты всегда можешь повлиять. Но для этого ты должен развиваться сам. То есть, пройдя вот это вот, как мы говорили, повысить энергию, те вибрации, чтобы тебя увидели и услышали. То есть, почистить свою энергетику, почистится энергетика и предыдущих поколений, то есть, родителей, и твоих детей, и твоих внуков, и всего. И они получат лучшее. Слушай, но ведь это именно то, чем ты занимаешься. Да, это именно то, чем я занимаюсь. Все, мы переходим на перерыв. Интересно, давай, давай пойдем на перерыв. И обязательно вернемся, потому что очень интересно. Оставайтесь с нами. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Нины Бастет. Не очевидное, но вероятное. Пожалуйста, перед тем, как мы начнем, во-первых, номер телефона студии 847-400-5200, а во-вторых, Нина сейчас делает первое сообщение, а уже потом перейдем к самой передаче. Прошу. Итак, 21 июня, день летнего солнцестояния. Один из самых сильных энергетических дней года. Испокон веков, женщины, ведуньи, на чьей энергии держится счастье семьи, сила и успех ее мужчины, ее здоровье и молодость, проводили ритуалы для наполнения себя женской энергией. С 21 по 23 июня в Вискансине будет проходить женский магический ретрит для оздоровления и наполнения женской энергией. Этот ретрит поможет участницам укрепить себя, улучшить свои отношения в семье, привлечь к себе любовь и просто классно отдохнуть от своих каждодневных забот и проблем. Ретрит проходит на выходных с пятницы по воскресенье, с 21 по 23 июня. Звоните за информацией 224-688-0155. 224-688-0155. Ну, если вы не успели записать телефон, позвоните в студию программы, и вам дадут мой телефон. Итак, вернемся к программе, которая, мы еще об этом даже ничего не говорили, первая часть, которая называется «Как получить информацию и помощь от высших сил». Все, значит, концентрируемся именно на этом и слушаем информацию. Итак, например, люди идут за помощью таким образом. Молятся или в церковь, или в любые свои темплс, которые они посещают, или просто дома сидят и молятся. И вот кто-то получает помощь, а кто-то нет. Вот чем это объясняется? Есть несколько моментов, которые нужно понимать, когда вы молитесь. Молитва – это способ общения с божественной энергией. То есть у нас есть наша человеческая энергия, есть божественная энергия. Божественная энергия намного сильнее, мы понимаем это, да, то есть как бы это то, что нам может дать, то, что нам нужно. И во время молитвы, во время любой просьбы происходит энергообмен. Если этот энергообмен происходит неправильно, то мы ничего не получим. То есть, например, люди, ну, плохая ситуация, да, то есть мы, как всегда, когда петух клюнет, тогда обращаемся, да. То есть это, кстати, неправильное поведение, но тем не менее, очень многие люди именно так и ведут. То есть все нормально, забыли про Бога, нету, а вот только Он есть, только тогда, когда плохо. И в этот момент у человека очень часто бывает очень плохое настроение, или, ну, депрессия, или он плачет, и обращается к Богу именно с таким настроением. Вот именно это же он и получает обратно, только немножко сильнее, намного сильнее. То есть, в принципе, человек делает чуть ли не сам себе с глаз. Потому что что может послать высшая сила, когда ты на него сбросил свою энергию? То есть ты просто, знаешь, как вампир. Вампир взял и дал вам вампиризм. То есть приходить с негативом и просить там, не знаю, если вы ходите в церковь, иконы, что угодно там, в любое место святое, или просто сидя дома и обращаясь к любым высшим силам, ангелам, к Богу, с кем вы общаетесь? Если вы идете с негативом, вы негатив обратно получите. Это первое. Второе, мы всегда забываем о благодарности. Это знаешь, когда человек, там, я не помню, как эта история, когда плаваешь в море корабль, вот все, сейчас его накроет волна, сейчас это вот человек молится, молится, боженька, я тебе все отдам, я буду ходить молиться, я буду, там, я буду всегда, жене буду всегда верен, все, 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 вдруг раз, так волна, раз, стихает. Он говорит, спасибо, боженька, уже не надо, и так все получилось. То есть, понимаешь, что есть, как бы, нужно понимать и помнить о том, что если ты просил, и это выполнилось, это потому, что ты просил, а не потому, что просто само все, а за таблетку отолинол получил. Знаешь, как это вот, тебе вот хило работал, и тот работал, и этот работал, но зато отолинол помог. Да. Поэтому, то есть, это очень важно, и обязательно благодарить те силы, которые вам помогли. Потому что нужно понимать, что наши желания не будут исполняться с той скоростью, с которой мы хотим. Потому что скорость там и скорость сейчас, здесь и там совершенно разная. Потому что для того, что вы хотите, нужно, высшие силы должны как-то что-то подготовить, какую-то почву, какая-то информация. То есть, если вы хотите мужа с определенными, например, качествами, или жену с определенными качествами, то она тоже должна откуда-то быть. Ее слепят, ну, может, как или его, я не знаю. Ну, типа, ну, она должна тоже где-то освободиться. То есть, их всех, ну, я должна приехать там, или, ну, то есть, нужно время. То есть, и один человек должен созреть, и другой человек. Да, ничего не делается по щучьему увеличить. Да, то есть, как бы, как Зиланд говорит, мы спросим отражение в зеркале, то есть, ну, скорость замедлена, то есть, это надо понимать. То есть, да, это произойти может, и должно произойти, если вы правильно все делаете, но не сразу. То есть, ожидание, то есть, должно быть, люди должны понимать это. Никогда нельзя просить о мести, то есть, о каких-то неблагоприятных вещах, потому что, опять же, это вернется к вам. Это мы в этом, кстати, тоже много говорили. Другие люди молятся, вот есть люди, которые молятся, и вот это, кстати, касается религиозных людей очень часто, но не таких религиозных, которые по-настоящему верят, а тех религиозных, которые... Ну, вот я вот теперь стал религиозным, буду молитву повторять, и повторяют ее абсолютно автоматически. Эта молитва тоже ничего не значит, то есть, ну, нет у вас там заряда, просто сидите, бур-бур-бур-бур-бур, побубнили, и думаете, что что-то произойдет. Ничего не произойдет, ничего не поменяется. И самое главное, это то, о чем мы, кстати, говорили всю первую часть передачи, это человек, не наполненный энергией. То есть, нет энергии у человека, потому что для того, чтобы желание осуществилось, человек должен его говорить эмоционально, а для этого нужно иметь эти эмоции, для этого нужно иметь силу, и на самом деле там есть целые практики, я не могу об этом говорить в передаче, но должны объединиться три, как мы называем, если в китайской, по китайской, по даотской практикам, это называется дантияны, то есть нижний, средний и верхний, и вот, то есть должно объединиться это все, и только тогда как бы желание исполнится. И нужно помнить о том, что молитва, это мы обращаемся к Богу, а когда медитация, это медитация, кстати, один из способов получения энергии, наполнения себя энергией, это когда мы его слышим. Потому что когда мы отключаем свою, называется по-английски monkey mind, я не знаю, как он по-русски называется, то есть все время что-то говорит в голове, какие-то чаты происходят, когда мы это отключаем, а это происходит именно во время медитации, тогда мы услышим, что нам хотят сказать высшие силы, и тогда мы подключимся к тому, что мы называем там поле информации или к интуиции своей, это именно то, что нужно нам для получения информации. Ну, давайте возьмем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы знаете, я внимательно слушаю вашу передачу, большое спасибо вам, я теперь, благодаря ей, я понял, что женщины иногда бывают богинями, а в основном ведьмами, а меня все мучает вопрос, спать не могу. Земля круглая, квадратная, прямоугольная, какая все-таки земля? Вы так начали этот вопрос освещать, но не закончили. Пожалуйста, я вас послушаю. Подождите, подождите, не вешайте трубку. А какой бы вы хотели видеть землю, вы лично? Ну, лично я привык видеть круглую, потому что глобус есть. И мне так сказали, и мне так учили. Я, вы знаете, привык верить людям на слово. Я еще кругосветное плавание не совершил. Ну, я вам скажу так, раз вы привыкли верить людям на слово, верьте мне, земля круглая. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо за звонок. Я не знаю, для чего он был, но, наверное, просто, чтобы похвалить нашу передачу. Да. Спасибо вам большое. Следующее, что я хотела бы рассказать о том, что мы все-таки люди часто не знаем, что делать. Вот попадаем в какие-то ситуации, когда очень хочется получить совета. А совета получить, ну, нет кого. Ну, может быть, или уровень того, что вы хотите задать, не подходит всем уровням вашего окружения. Просто или вы не верите, что вам могут в этом помочь, или нет близкого человека, знаешь, там, мужчина один или женщина один, тоже такое бывает. Или, ну, по разным причинам, просто боятся сказать, что хотят, потому что бы не сглазили. Разное бывает. И люди идут к гадалкам. И вот мы говорили об этом в прошлые разы. И тем не менее я хочу очень четко объяснить людям, что такое гадание и какая разница между гаданием и предсказанием. Потому что если вы уже идете к человеку, который вам будет давать информацию, и вы еще до сих пор не развиты до такой степени, чтобы сами получать информацию, то нужно четко выбирать того, кто будет проводником этой информации. То есть человека, к которому вы обращаетесь, называет ли она себя гадалкой или он, или предсказательницей? И как он будет вести себя с вами в разговоре? Потому что вот просто гадание, я просто хочу сначала сказать, а потом просто несколько примеров рассказать. Гадание основано на теории о том, что ваша судьба предопределена. То есть вот вам должно случиться это. Или с вами должно произойти это. А это как бы своего рода программирование ситуации. А предсказания основаны на свободе выбора. Вот это очень большая разница. Но все виды гадания и предсказания, о чем мы разговаривали в прошлый раз, они являются предсказательными. И только отношение проводника, то есть тому, кто вам дает информацию, отношение к этому, есть разница. Ну, например, вы же прекрасно знаем, сколько раз к нам приходили, мы об этом говорили, цыганки, женщины на улице. Мы же понимаем, что это малообразованные женщины. Их цель есть только контролировать вас, чтобы вы отдали деньги сегодня, а может быть и завтра, а может быть пришли сто раз еще. И такие люди, конечно, будут вам гадать. То есть скажут, милый мой, у тебя вот то-то на судьбе, если сегодня не дашь там 100 долларов, завтра будет несчастье. Правильно? То есть это гадание. Ну, мы способ, примеров гадания, я уверена, программирование судьбы можем сказать много. Я точно знаю, я лично общалась с многими людьми, я сама лично всегда ходила, мне просто было очень это всегда интересно. Например, мужчине говорит гадалка, у тебя будет две жены. Предположим, она ему сказала еще в 20 или в 30 лет. У тебя будет две жены, и в 50 лет ты разведешься и найдешь молодую, молодуху, да, типа, вот так бы сказала цыганка. И будешь очень счастлив. Как вы думаете, что будет происходить, где-то, когда будет приближаться возраст 50 с этим мужчиной? Он будет искать молодуху. Он будет искать молодуху. Проблема в том, что даже если он, ну, естественно, он никогда об этом жене не скажет, но даже если он будет думать, что он в это не верит, его подсознание уже есть эта вера. То есть ему уже запрограммировали. А женщине, которые, девушки говорят, например, вот летом такого-то года ты встретишь свою судьбу. Вот встретишь свою судьбу. И вот она едет на курорт и встречает молодого человека. Если бы ей просто сказали, что у тебя может быть хорошее приключение, а у тебя может быть встреча, и она может сложиться так-то, а может иначе. То есть она может тебе сделать хорошо, плохо, все зависит от того, как ты к этому отнесешься или как ты посмотришь на эту ситуацию. Это было бы предсказание, но ей сказали, что она встретит свою судьбу. И она делает все. И мы прекрасно знаем, знаете, как, я не буду говорить эту фразу, но если бы женщина не захотела, ничего бы мужчина не сделал, да? Правильно? То есть она делает все для того, чтобы он заходил. И потом сколько случаев, сколько вариантов там, или дети рождаются, и она просто никогда в жизни, он даже не знает об этом, или просто сердце разбито на всю жизнь. Сколько женщин, девушек ломали так себе жизнь, потому что их какая-то гадалка запрограммировала, потому что ей уже, видите, или там 23 или 24, она еще не замужем, старая дева, ее все по русским стандартам, да? Типа ее все достали, мама посылает ее к гадалке, и гадалка ей это говорит. Потому что это гадалка, потому что эта женщина или малограмотная, или малообразованная, или просто имеет корыстные цели. То есть у нее есть корыстные цели, чтобы вы приходили все время и отдавали деньги. А вот люди, которые сегодня, кстати, современная психология верит в предсказания, и очень много психологов современных, они даже не называются психологом, это люди работают в психологии человека, люди, их называют коуч, там, я не знаю, очень много тренеры, которые, они знают психологию, но они знают не только психологию, они также знают духовные практики и пользуются предсказательной системой тоже для того чтобы помочь человеку то есть каким образом мы прошлом гра прошлый раз рассказывала я вам легенды про таро и так далее да то есть карты таро это уникальная система которая может нам помочь пройти по жизни по духовному пути и вот если прошу прощения вот вопрос такой ты несколько раз повторила такую вещь ну может быть она или плохо образованная или не образованная должна ли гадалка или предсказательница обязательно быть хорошо образован человек ты понимаешь образованным я наверное неправильное слово сказала наверное может даже не образованное но образование не образование то есть мы не говорим про сегодняшние светские понятия образования то есть мы не говорим про колледж это это не книг этому относится просто человек который тратит время для того чтобы просвещать что-то изучать это сегодня столько информации что не изучать просто грех вот это наверное сам большой грех это быть тупой сегодня по жизни дебилом да потому что настолько информации сегодня именно и это это опасность но тем не менее очень много правильной хорошей информации которая подается бесплатно то есть это это еще который должен быть не то что образован академически да да еще который должен быть образован духовно духовно и должен быть честным если этот человек он ведь человеку может и то есть человек который гадает или предсказывает он должен понимать все таки то есть тут что ему даст его его внутреннее образование духовность да он поймет что ничего на роду не написано то есть написано может быть там несколько дат смерти когда он может умереть это как бы их 3 предполагаем предсказательница или гадалка они должны иметь чувство без чувство обязательства перед человеком которым они ведут я надеюсь то есть я надеюсь то есть языком а понимать силу свои своих слов и потому что мы же знаем что такое слово то есть сколько сколько пословиц мы эти пословицы праве правдивые то есть слово программирует людей человека ты что-то сказал человеку и он запрограммировался поэтому правильно сказав фразу то есть казав например девушка ты там встретишь таком-то году там уникального человека ты можешь него влюбиться но будь осторожно потому что от от того как ты с ним себя поведешь ведь эта девушка например не переспав с этим мужчиной может быть и вышла за него замуж мы же не знаем или там поведя себя по-другому например дать ему свободу выбора не давить да то есть мы же знаем как женщины могут себя вести могут не повезти и может быть он действительно бы захотел на ней жениться правильно то есть мы говорим в общей ситуации бывает такие в жизни очень часто но она с ним она рано например вступила в интимные отношения она сильно например начала его давить и этот счет понял что переспал себе курортный роман а курортный роман что такое мы тоже знаем правильно то есть я например мускулей сказала слушай имей ввиду если ты хочешь его с ними иметь близкие отношения пожалуйста только это курортный роман то есть просто не твоя сумма твоя судьба но к сожалению для женщин это не работает то есть если она уже вступила в интимные отношения она уже привязалась это гормональные мы знаем есть такой окситосин гормон который мы вырабатываем который кстати уже известные мужчины в мужчин вырабатывается то есть но она могла хотя бы очень сильно не настраиваться на это хотя то есть по другому нужно сказать фразу то есть или просто сказать ой ты можешь третье очень интересного человека с которым тебе будет интересно и человек то есть у меня была такая ситуация у меня была просто одна женщина которая она была как бы гадалкой такой не очень сильный но очень порядочные и она просто так сказала ой слушай у тебя через неделю именно поэтому я разрешила ей гадать у себя там в бизнесе людям и она говорит ой слушаю тебя через неделю там ты встретишь такого тебе будет очень интересно с человеком и я встретилась с человеком действительно с мужчиной я была уже свободна и если бы нам не сказала я знаю точно если бы нам не сказала это будет чек твоей судьбы я бы сделала все чтобы быть с этим человеком а так как она не сказала будет очень интересный просто по жизни и мы действительно пообщались много часов и встречались еще пару раз мысли по бизнесу потому что мы общались а вот она могла меня запрограммировать То есть, вот эта порядочность, то есть, это внутренняя порядочность, что ты скажешь человеку и как, это очень важно. И очень важно, чтобы человек понимал, с каким вопросом он идёт к предсказательнице. То есть, мы говорим про предсказательницу, это предсказательная система, их много, мы об этом, кстати, рассказывали, как можно гадать, да, то есть, Таро, это очень хорошая предсказательная система, астрология. И астрология тоже, правильный астролог будет понимать, что астрология тоже ничего не решает. То есть он может сказать, у тебя такие-то черты характера, и не сказать ему, что окей, есть такие плохие черты, есть хорошие. Но ты пришел для того, чтобы исправить негативные черты и сделать их хорошими. Понимаешь? То есть сказав, ну ты жадный по жизни. Окей, хорошо, так я теперь в следующий раз встречу женщину и скажу. Так я же жадный по гороскопу, а что я в жизни, по жизни, я ничего не могу, тебе не должен. Да, типа я жадный, все, не могу ничего с этим сделать. Но если бы человек ему, который делает, астролог сказал ему, ты знаешь, у тебя есть в карте жадность, но тем не менее у тебя есть там и то, 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 то. И эту жадность, это именно то, что ты должен проработать. То есть ты должен научить себя быть щедрым. Правильно? Или ты гулёна человеку. Или ты там, ну whatever, что бы он ни сказал, он должен правильно преподнести. Поэтому я говорю, карты не ошибаются, нумерология не ошибается, астрология не ошибается. Ошибаются люди, которые являются переводчиками того, что они видят. Того, что они видят. Так же самое, как экстрасенсы. Экстрасенсы, я ходила к одному экстрасенсу, который действительно помогал очень многим людям. А потом я смотрю, дело в том, что настоящие практики часто сгорают, называется. То есть потому, что их постоянно делал, им постоянно такие тесты делают. Если этот человек привязался к деньгам или привязался, его эго стало сильным, он стал такой крутой весь из себя, у него забирают тот дар, который ему был дан. И поэтому, если вы попали к человеку, который кому-то помог много раз и сгорел, и вы это не почувствовали, то в этом есть опасность. Понимаешь? То есть как бы это очень важно. Важно, с каким вопросом вы идёте к предсказателю. То есть если, например, бывают люди, которые говорят, ой, я вообще ни во что не верю. Просто хочу посмотреть, чтобы она мне доказала, да знаю я, что это чушь. Ну, есть у него деньги, например. Наплевать. Ну, во-первых, но самое главное не то, что ему ответит предсказатель, а самое главное, что как бы он не говорил себе, что он не верит, подсознательно его есть что-то, что беспокоит. И этот человек, конечно же, знает, что его беспокоит, его подсознание знает, но он никак не может вытолкнуть это в своё сознание. И поэтому то, что ему скажет гадалка или предсказательница, он скажет, да чушь какая-то, полная чушь. И ничего делать по этому поводу не будет. То есть нельзя идти вот с таким настроем. Понимаешь? Потому что, во-первых, это неуважительное общение с высшими силами. Потому что кто бы не отвечал через эту гадалку, это всё равно какие-то высшие силы. Они знают больше нас. Правильно? Им или разрешено нам говорить, или не разрешено. Такое тоже бывает. То есть бывает, когда ты приходишь к предсказательному, он говорит, извини, пожалуйста, не могу тебе помочь. Или там Джанавгад привозит людей больных к Джанавгаду, если он знает, что он не может помочь этим людям. Потому что у них есть кармические проблемы. Потому что эта проблема должна решена быть самим человеком без помощи высших сил. И так, пожалуйста. То есть мы заканчиваем, но тем не менее, будьте осторожны при выборе того, к кому вы идёте. Правильно задавайте вопросы с правильной энергетикой. И тогда то, что вам предскажут, дай бог хорошее сбудется. А если не хорошее, то это вам будет совет. То обязательно вам человек должен дать совет. Для того, чтобы этого избежать, ты должен повести себя таким-то и таким-то образом. Если вы не будете слушаться, то вам как бы, ну зачем тогда ходить? То есть если вы идёте к предсказателю, будьте готовы, что вы можете услышать то, что вам не понравится. И тогда начните копаться в себе и понимать, откуда это идёт и как я могу это исправить. И перед тем, как закончить, я хочу ещё раз сказать, что 21 июня, я коротко уже не буду всё говорить, с 21 по 23 июня в Висканции не будет проходить женский магический ретрит для оздоровления и наполнения женской энергией. Этот ретрит поможет участницам укрепить себя, улучшить свои отношения в семье, привлечь к себе любовь и классно отдохнуть. От своих каждодневных забот и проблем. Ретрит проходит на выходных днях с пятницы по воскресенье с 21 по 23 июня. Звоните за информацией 224-688-0155. 224-688-0155. А почему ретрит проходит в эти дни? Потому что это день летнего солнцестояния, который один из самых сильных энергетических дней года. И женщины испокон веков проводили в эти дни ритуалы для наполнения себя женской энергией, для того, чтобы помочь себе и своей семье, своим мужчинам, своим детям, и дать и наполнить их своей женской энергией, которую мы часто теряем. Поэтому присоединяйтесь к нам, у нас места ограничены, всего 10 человек. Еще раз, 224-688-0155. Причем я хочу добавить, так как Нина у нас очень скромный человек, что этот ретрит будет проводить именно Нина. Это не просто ретрит, куда вас приглашают так от нечего делать, а это ретрит, который будет проводить Нина. И те, которые слышат передачи Нины, понимаете, что это все не просто так. Да, и мы приглашаем женщин любого возраста, свободных или замужних. Это поможет и тем, и тем. Спасибо огромное, Ниночка. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания, до следующей встречи. Спасибо.